Доктор Скачко Здравствуйте! Приветствую вас на канале Школа Доктора Скачко. А я Доктор Скачко. Врач, фитотерапевт, диетолог. Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей. Сегодня хотел бы рассказать вам об одном очень важном компоненте здорового образа жизни. Который нужен всем! Эти знания могут понадобиться любому и каждому. В любой момент. Разве что пока они не интересны детям грудного возраста, находящимся в колыбели. А также тем, кто своим образом жизни, лечением довел свой организм до необходимости соблюдать строгий постельный режим. Но! Как только уровень здоровья повышается, либо ребенок немножко подрастает, эта информация становится очень важной. А именно, как же правильно дышать при беге. И как это делать правильно, в зависимости от тех условий, в которых вы находитесь. Вы узнаете прямо сейчас. Правильное дыхание для спортсменов высокого уровня, профессионалов, спортсменов, любителей, которые занимаются для своего здоровья спортом. И для обычных людей на разные дистанции оно разное. Если подготовленный спортсмен, короткую дистанцию метров 100 может пробежать, что называется, на одном дыхании. Ему может хватить запасов кислорода, находящихся в развитых мышцах и в кровеносной системе. И дышать может произвольно. Как правило, воздух более чистый. Ему лучше дышать через рот. В этом случае он меньше тратит энергии на дыхание. И получит более высокий спортивный результат. В других условиях подготовителем этапа ему нужно будет дышать по-другому. То обычный человек, увидев цель, скажем, подбежать нужно к маршрутке, к электричке. Или просто кого-то догнать, пробежав короткую дистанцию. А условия окружающие не самые лучшие. Рядом автострада. Рядом другие загрязнители окружающей среды. Либо супер чистый лесной воздух. В этом случае дышать лучше. Не через рот, а через нос. Вам вряд ли удастся до максимальной скорости разогнать свой опорно-двигательный аппарат. Потому как не может не выдержать неподготовленная сердечно-сосудистая система. Она такой экстрим может сама по себе не выдержать. Не говоря уже о том, чтобы доставить кислород на уровень клеток. В попытке доставить кислород она может просто-напросто дать вам сбой. И в этом случае скорость движения может быть не самой, и должна быть не самой максимальной. И правильное дыхание это вдох вы делаете через нос. Выдох вы можете делать произвольно. Можно делать через нос, но я бы советовал делать через рот. Просто вам не нужно дополнительно очищать, согревать или увлажнять воздух, который вышел из дыхательной системы. Вам его нужно просто оттуда выпустить. И проще выпустить воздух из дыхательной системы через открытый рот. В этом случае вы дышите правильно. Но! В случае, если дистанция не короткая, не 50-100 метров, а больше, тут правильное дыхание при беге будет совершенно иным. И как правильно дышать во время бега на длинной дистанции или средней дистанции, вы узнаете прямо сейчас. Более длинную дистанцию, а именно 200-400-800 метров, полтора километра, спортсмену даже высокого класса на одном дыхании не пробежать. А значит, становится номер один, как же дышать в этих условиях правильно. А правильно, на мой взгляд, в начале дистанции, пока запасы кислорода в мышцах и в кровеносной системе еще присутствуют, можно вдох делать через нос, выдох производим. Когда же появляется легкая гипоксия, и вдох и выдох я бы советовал все-таки делать через рот. Скорость потока воздуха в этом случае дыхательной системы максимальна. Да, он хуже чистится, хуже увлажняется, хуже согревается. Спортсмен жертвует своими легкими и своим здоровьем ради спортивного результата. В этом случае кратковременная такая нагрузка на дыхательную систему потом может быть компенсирована более здоровым образом жизни и правильным ощущением органов дыхания. Если же вы пробегаете эту дистанцию не на результат по времени, а на результат по здоровью, в данном случае спортсмен-любитель может бежать не так интенсивно быстро и всю дистанцию вдох делал через нос, а выдох через рот. В этом случае польза для здоровья от более высокой двигательной активности присутствует. А вред от того, сколько бактерий, вирусов, спор, пылевых частиц, частиц гари, копоти попало в дыхательную систему будет минимальным и останутся в верхних дыхательных путях, откуда их очень легко удалить из организма. А вот что делать, как правильно дышать, если вы планируете себе более длинную дистанцию, вы узнаете прямо сейчас. Если же вы хотите проверить свой организм на выносливость и в относительно невысоком темпе пробежать максимально длинную дистанцию, в этом случае правильное дыхание для вас будет совершенно иным. оно будет практически одинаковым. Как для спортсменов высокого класса, так и для любителей, а также для тех, кто хочет просто таким простым способом проверить свой организм, на что способен его опорно-огреятельный аппарат, сердечно-сосудистая система, и невысокий темп, относительно невысокий темп попадания кислорода в кровь, в отличие от средних и коротких дистанций, где мощность будет значительно выше, позволяет вам вдох делать через нос. Выдох вы можете делать через нос, но лучше все-таки делать через рот. Так лучше для органов дыхания, особенно если условия окружающей среды не самые комфортные. А именно может быть слишком холодно, либо слишком жарко, слишком высокая влажность, либо слишком низкая влажность, слишком вылика загазованность, запыленность воздуха, которым вы дышите, либо он абсолютно чистый. Лучше делать выдох через рот. Но! В этом случае очень полезным будет применить так называемое полное дыхание. Когда вы бежите достаточно быстро, интенсивно, вам брюшной тип дыхания не помощник, а наоборот самый мощный тип дыхания он будет вам мешать. Вы не сможете делать акцент на дыхание животом и будете дышать в основном рёберным типом дыхания. В этом же случае брюшной тип дыхания самый лучший. Вы можете дышать реже, но зато будете больше вносить воздуха в дыхательную систему. Заодно дыхательное движение. И это прекрасно! Но! Тут включается еще один момент. На короткой дистанции вы фактически состояние опорно-ответельного аппарата слабо проверите. А длинная дистанция может показать основные проблемные места. А именно! Состояние позвоночника и состояние суставов нижней конечности на длинной дистанции может сказать вам свое веское слово. И ограничить дистанцию, которую вы собирались пробежать. В этом случае очень важный момент. Если вы собираетесь регулярно либо эпизодически применять в себе такие нагрузки хорошо должна работать печень. Это основной орган, который обеспечивает питание хряща. И предупреждает развитие дистрофических процессов. Которые при интенсивных, а особенно продолжительных нагрузках становятся значимыми. особенно если вы не знаете как правильно бежать. Есть несколько типов разных типов бега. По-разному ставят ступню на поверхность. И от этого зависит продолжительность работы, срок службы опорно-двигательного аппарата. И вероятность того, когда вам ортопед-травматолог скажет наконец-то добегался. Теперь будем пересаживать суставы. А на нижних конечностях их 6 основных на двух конечностях. И тут можно серьезно пострадать экономически. Вот как бежать правильно с этой точки зрения вы узнаете прямо сейчас. Бег от ходьбы отличается тем, что есть периоды времени, когда вы находитесь в воздухе. И нога, которая ушла вперед может стать на поверхность либо на носочек, либо на пятку. Удобнее стать поставить ногу на пятку и перекатив сделать следующий шаг. Но! Ударная нагрузка, которая при этом присутствует, распределяется на голеностопные, коленные и тазобедренные суставы. Если вы не обеспечили правильное питание хрящевой ткани, не знаете как это сделать правильно, ударная нагрузка быстро разбивает ваши суставы ухудшается питание хряща. Потому как нагрузка слишком интенсивна. И вы, стартуя в первой стадии артероза, через вторую, третью, в четвертой, знакомитесь с ортопедом-травматологом. Который с большим удовольствием заменит вам любые уже пришедшие в неугодность суставы. И полная замена суставов ноги будет исчисляться в десятках тысяч долларов. Поэтому! Для того, чтобы ваши суставы дольше вам служили, лучше при беге ставить ногу на носочек. В этом случае вы получаете еще дополнительный бонус! Икроножная мышца работает более интенсивно. Вы помогаете своему сердцу обеспечивать циркуляцию крови. И смягчив ударную нагрузку, продлеваете срок службы своим суставам. Но, правда, если дистанция будет достаточно продолжительной, 5-10 километров и более, вам все равно правильное питание для своих суставов нужно обеспечить. А заодно и своевременное удаление белковых токсинов, которые очень любят оставаться в суставах. Если хуже или не знали вы как обеспечить активную работу почек. Два движения в одном вы можете совершить, зная информацию, которая изложена в этой книге. Секреты здоровья или что делать, если у вас есть печень и почки. Правильное техобслуживание вашего организма с учетом работы, обеспечения работы двух основных фильтров. Вернее, трех. Учитывая то, что почек все-таки обычно две. Обеспечит более высокую продолжительность жизни и вам. И самое главное, срок службы тех суставов, которые вы хотите использовать, ведя более активный образ жизни. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. А пока вы думаете поставить лайк на это видео, отправить ссылочку на него своим друзьям, не забудьте подписаться на мой канал. Потому как в следующем видео я расскажу, как правильно дышать и как правильно бегать, если у вас есть избыточный вес. Избыточный вес сегодня не редкость. И чаще всего с ним пытаются справляться, увеличив уровень физической нагрузки. С одной стороны это правильно. Но! Если вы физическую нагрузку увеличиваете чрезмерно, больше чем обеспечили правильное питание организма и очищение его от тех накоплений, которые были в жировой ткани, одни заболевания сменяют другие. Вот чтобы не попасть на эту ситуацию, не забудьте подписаться на мой канал. Тогда ссылочка на новое видео о том, как правильно дышать и как правильно бегать при избыточном весе. Для того, чтобы его снизить и дальше жить лучше и дольше. Я расскажу в следующем видео. А вы эту ссылочку можете получить в свою почту. До новых встреч на моем канале! Крепкого вам здоровья! И разумного к нему отношения! И разумного к нему отношения! Субтитры создавал DimaTorzok